Если вы сейчас на третьем году бакалавриата, на четвертом году специалитета или, может быть, даже сейчас в магистратуре и желаете продолжить свое дальнейшее обучение в аспирантуре в США, но сразу говорю, что аспирантура в США более длинная, чем аспирантура в России, она занимает в среднем около пяти лет, независимо от того, есть у вас магистрская степень или нет. То есть можно и сразу после бакалавриата в пять лет, и после магистры все равно пять лет. Вот. По этому имейлу обращайтесь ко мне, и мы начнем тогда уже предметно обсуждать какие-то перспективы. Так, а сегодня, наконец-то, к теме лекций мы говорим о гетероядерном имейле. Что мы называем гетероядрами? На самом деле все, кроме протонов и углеродов. Мы очень подробно обсудили спектроскопию на предыдущих лекциях, спектроскопию протонного и углеродного магнитного резонанса. И сегодня я затрагивал частично проблему гетероядер уже, и некоторые вещи я буду сегодня повторять, потому что очень много новых людей, для которых это прозвучит вновь. Поэтому те люди, я вижу, что здесь есть люди, которые сидели здесь с самого начала, ну уж извините, вы в меньшинстве прослушаете это еще раз. Итак, в таблице Менделеева очень много элементов, которые магнитно-активны. То есть там, скажем так, абсолютное меньшинство изотопов, только те изотопы, которые имеют одновременно четное количество протонов и четное количество нейтронов, здесь должна быть логическая связка, и протоны, и нейтроны, число их должно быть четно, только такие изотопы магнитно-неактивны. Все остальные изотопы так или иначе будут магнитно-активными, поэтому почти каждый элемент обладает магнитным изотопом. Некоторые элементы обладают несколькими магнитными изотопами. Изотопы могут иметь спин 1,2, плюс 1,2 или минус 1,2. Это те изотопы, которые наиболее полезны для... Я когда хожу, вам неудобно писать, да? Простите, ну такая уж привычка. Такие изотопы как раз наиболее полезны для регистрации спектров ЕМР, особенно плюс 1,2. Почему? Потому что эти ядра являются диполярными, они обладают узкими линиями в спектре ЕМР и достаточно длинным временем релаксации, что в свою очередь как раз и предопределяет эти самые узкие линии. Какая разница между 1,2 и минус 1,2? Исключительно в энергии, относительно энергии, различных ориентациях спина по отношению к магнитному полю. Если у вас есть магнитное поле, генерированное вашим сверхпроводящим магнитом, и спин, ориентированный по магнитному полю, имеет меньшую энергию, чем спин, ориентированный против магнитного поля, то есть обычный нормальный магнитик так себя ведет, то мы говорим о частице со спином 1,2. Спин положительный. Есть экзотические ядра, которые ведут себя наоборот. Маленький магнитик ориентированный против магнитного поля обладает меньшей энергией, чем тот же самый магнитик, ориентированный по магнитному полю. Это не обычно выглядит с точки зрения классической физики, но в квантовой физике свои причуды. Такие изотопы тоже бывают. Их немного, но из важных это Кремний-29, Олова-117 и Олова-119. Регистрировать такие ядра немножко более трудно. Мы поговорим почему, но в принципе вполне возможно. Их спироскопия также очень полезна. Кроме указанных ядер, из гетероядер, очень полезными со спином 1,2, плюс 1,2 на этот раз, являются фтор-19. Очень хорошее, очень вкусное ядро в том плане, что весь природный фтор представляет из себя один-единственный изотоп фтор-19. То есть природная распространенность этого изотопа очень высока. Природная концентрация. И, кроме того, чувствительность этого ядра, это высокочастотное ядро, если вы помните, чувствительность этого ядра составляет всего 80% от чувствительности протона. А протон — это одно из самых чувствительных ядер, как вы знаете. Соответственно, фтор, регистрация фторных спектров будет иметь все те же прелести, что и регистрация протонных спектров. И все, что вы можете делать на протоне, формально вы можете делать и на фторе тоже. И мы приведем такие примеры. 31-й фосфор. Та же самая картинка. 100% природная концентрация именно этого изотопа. И природная чувствительность, составляющая примерно 6% от 6,6, около 7% от чувствительности протона, что, в принципе, тоже довольно неплохо. Для сравнения, у углерода это около 2%. А учитывая... Это абсолютная чувствительность. То есть для образца, обогащенного углеродом C13. А для природного содержания это будет, соответственно, 0,02%. А здесь 6%. То есть... Почему мой лаптоп идет... Ладно. Надеюсь, что он будет просыпаться вовремя. Да, похоже, он каждый раз будет вылетать. А мне это не нравится. Хорошо. Просыпается. Отлично. Значит, пусть идет спать, если хочет. Потом будем будить. Кремний 29-й. Это около 4%. Чувствительность невысока. Два изотопа олова. Обычно люди работают с изотопом 119. Особых причин для этого нет. В принципе, 117-й изотоп имеет примерно ту же самую концентрацию, примерно ту же самую чувствительность. Но вот так пошло. В принципе, вы можете пользоваться обоими изотопами, если захотите, но стандартно люди работают со 119-й. Каждый из этих изотопов имеет около 20% концентрации в природном олове. Очень похожую чувствительность. И если вы работаете с оловой органикой, это очень тоже полезное ядро, и мы примеры будем приводить. Из очень важных ядер с спином 1-2 следует указать также 15-й азот. ядро очень важное и очень полезное. К сожалению, природная концентрация составляет всего 0,37%. очень мало в природе. Это единственный изотоп азота со спином 1-2. 14-й азот имеет спин 1 и не подходит для регистрации протонных спектров по причине огромного квадропольного момента. Но чувствительность 15-го азота составляет всего 3 миллионных от чувствительности протона. Поэтому регистрировать азотные спектры на природном содержании азота фактически бесполезно. Тем не менее, учитывая исключительную важность азотных спектров для расшифровки структур биомолекул олигопептидов, полипептидов, протеинов и так далее. Потому что они все основаны именно на спектроскопии азота. Если вам действительно это необходимо делать, приходится специально синтезировать белок, обогащенный этим изотопом. И это отдельная эпопея. Обычно используется выращивание бактерий в среде изотопа азота Н15 и одновременно, раз уж вы это затеяли, в среде обогащенной стопроцентно углеродом С13. Таким образом, специально для ЕМР-исследований синтезируется белок, который вам интересен, полностью обогащенный соответствующими изотопами. изотоп С13 и изотоп Н15. Зато потом вы потратите несколько месяцев на синтез этого белка. Не вы потратите, бактерия потратит на синтез, а вы потратите потом на очистку и выделение. Но когда у вас уже этот белок в ампуле есть, вы можете делать любые эксперименты. И еще раз говорю, что чуть позже мы обсудим, какие эксперименты это могут быть. Некоторые важные изотопы со другими спинами. Спин единица это то, что еще можно применять, если у них низкий квадропольный момент. 14 азот имеет высокий квадропольный момент, но для некоторых сферически замещенных аммониев регистрация имеет смысл. Из квадропольных ядер с низким квадропольным моментом и спином единица нужно упомянуть второй водород, он же дейтерий и седьмой литий. Эти ядра дают достаточно узкие спектры и вы действительно можете получать полезную химию. Сейчас сначала поговорим о спектроскопии дейтерия. Вы скажете, а зачем нужна спектроскопия дейтерия, если вы уже все знаете о спектроскопии водорода, а дейтерия это тот же водород, только чуть-чуть потяжелее. Но тем не менее вы можете себе представить, что когда изучаются механизмы реакций, очень часто используются дейтерированные метки, которые вводятся или не вводятся в процессе проведения вашей реакции в структуру соединения. Спрашивается, а как детектировать, как приписывать эти самые дейтериевые метки? Существует два варианта. Либо вы регистрируете протонный спектр и убеждаетесь в отсутствии протона. Правильно? У вас соединение, был спектр, две группы допустим протонов, возможно частично перекрывающиеся и при допустим стопроцентном вхождении дейтериевой метки в одну из этих групп вы получаете частично исчезновение каких-то из этих пиков. Если вы видите, что-то изменилось, возможно, это протонный спектр, еще раз говорю. Протонный спектр аутентичного вещества без дейтериевой метки, протонный спектр реакционной смеси, где у вас есть подозрение на вхождение дейтериевой метки. Часть пиков исчезла, часть пиков исчезла в протонном спектре, значит, вы говорите, ага, возможно, идет вхождение дейтериевой метки. Но для некоторых механизмов характерно вхождение дейтерия лишь частичное. Вы не можете, допустим, по каким-то объективным причинам получить чистую дейтериевую метку. Тогда исчезновение этих пиков пройдет не полностью, а лишь частично, они ослабятся. И вам придется рассчитывать, ага, это 100%, это может быть 85%, может быть 75%, может быть даже 96%, значит, у меня вхождение 115% 4% дейтерия. Если у вас идет частичное или полное перекрывание сигналов, это сделать часто бывает практически невозможно. Поэтому гораздо надежнее записать дейтериевый спектр. Там вы не видите протонов вообще, видите только дейтерий. И соответственно, если сюда входит дейтерий, в этом месте вы увидите сигнал. Да, он будет широкий, еще раз говорю, ядро квадрукольное, но он ни с чем не будет перекрываться, и вы его ни с чем не перепутаете. Если химический сдвиг правильный, это со стопроцентной надежностью дает вам основание говорить о том, что действительно дейтерий сюда вошел. дейтериевый спектр дейтерированного соединения. Немножечко про дейтериевые константы. Вы не могли с этим не сталкиваться, если вы регистрировали спектр ЕМР, потому что вы наверняка используете дейтерированные растворители. Дейтериевые константы очень похожи на константы протонные, но они ровно в 6,5 раз меньше аналогичных протонных констант. То есть если вы знаете величину протонные константы, вы можете очень легко рассчитать величину дейтериевые константы. Единственное, различие там, где протон дает дублет, дейтерий даст вам триплет. Опять-таки потому, что дейтерий имеет целый спин вместо полуцелого спина протона. Я уже показывал это на предыдущей лекции, сейчас хочу показать еще раз, как рассчитывать мультиплеты, полученные на одном, двух и соответственно трех дейтериях. Итак, если у вас есть спин, это может быть протон, может быть углерод, неважно, соседствующий с единственным дейтерием, система АД, где А это полуцелый спин, либо протон, либо углерод, вы будете иметь триплет с относительной интенсивностью сигналов один к одному к одному. Именно такой триплет вы, наверное, не раз наблюдали в углеродных спектрах, снятых в дейтерохлороформе. Правильно? Было дело. Алло? Кто видел спектр дейтерохлороформа в углероде? Одна рука есть, хорошо. В системе АД2, то есть ваш спин, соседствующий с двумя дейтериями, каждый компонент этого триплета будет расщепляться в триплет еще раз с той же самой константой и проще всего решить, как будет выглядеть система, если вы возьмете вот эти самые единички один к одному к одному и запишите их три раза, еще раз говорю, каждый компонент расщепляется в триплет, каждый раз сдвигая систему на один и потом просто просуммируете эти самые единички, получится один к двум к трем к двум к одному. Что такое АД2? Это допустим углеродный спектр дейтерированного хлористого метилена может быть, углеродный спектр дейтерированного циклогексана, углеродный спектр дейтерированного диоксана и так далее. И наконец система АД3 это более знакомые вам, наверное, ацетоны ДМСО. Они имеют дейтерированные метильные группы. В углеродном спектре будет наблюдаться еще один раз расстроение по отношению к этой системе. Третий дейтерий расщепит этот квинтет еще на три части. То есть мы то же самое делаем один к двум к трем к двум к одному. Записываем это дело три раза и получаем один к трем к шести к семи к шести к трем к одному. То есть в углеродном спектре снятом в ДМСО ваш растворитель покажет семь линий вот в таком относительном соотношении. Литий спектроскопия на литии семь конечно же используется. Но сейчас очень сложно себе представить что кто-то очень сильно заинтересуется съемкой спектров лития-органики хотя в свое время люди занимались этим. Но они в общем все уже просняты кто что мог. Поэтому сейчас люди в основном снимают литиевые спектры биологических систем. заменяя натрий на литий и изучая как этот самый литий распределяется. По-моему я готовил вам картинку. Вот это например как раз литиевый спектр снятый в плазме крови то есть туда заливается карбонат лития и через 30 минут вы можете видеть как часть лития вымывается в плазму и часть аккумулируется в рибосомальных клетках. В принципе для биологии это может быть важно. необходимо иметь возможность проинтегрировать эти самые литиевые клетки. То же самое содержание лития в клетках. То же самое может быть полезно на других изотопах и в частности это можно делать на цезии 133 то же самое. Цезиевые спектры цезий был помещен в человеческие ретроциты и при суспендировании этих клеток в буферной среде вы можете видеть что внутри клетки есть цезий вне клетки тоже он регистрируется и в течение времени вы видите что цезий медленно изменяет концентрозы в данном случае поглощается эритроцитом. Такая кинетика опять-таки может быть полезна для изучения биологических систем. Регистрация калия тоже возможна регистрация натрия на самом деле тоже возможна но менее удобна потому что эти системы имеют менее удобные спины и менее удобной чувствительности литий в этом плане уникален хотя как видите цезий тоже используется давайте поговорим немножко подробнее об азоте N15 я сейчас повешу картинку а потом снова перейду к доске это действительно то что я называю гадание по шкурке леопарда это двумерный спектр фактически HSQC мы уже проходили эту терминологию вчера двумерная корреляция с переносом поляризации с протона на азот в данном случае на азот я говорил что углеродом дело не ограничивается если помните и мы наблюдаем в данном случае только пептидный амидный регион от 110 до 130 это та область в азотном спектре где сигналит вторичные амиды если помните давайте так запишем лучше все белки все полипептиды представляют из себя повторяющийся ряд вот таких фрагментов где варьируется только R' то есть в принципе все они до одного будут обладать связью NH если мы получили наш белок полностью обогащенный изотопом N15 мы уже рассказывали сегодня как можно кормить бактерии соответствующим аммиаком и двуокиси углерода а этот углерод соответственно получится обогащенный изотопом C13 полностью мы можем себе позволить некоторые упражнения вот в частности одно из них это то что сейчас на экране мы видим корреляционная спектроскопия спротона перенос поляризации из протона на азот регистрация снова перенос ее обратно и регистрация протонного спектра то есть HSQC каждое пятно вов прости батарейка села совсем каждое пятно которое вы видите на экране это пептидная NH связь еще раз говорю мы захватили весь регион амидных связей это значит что сколько мы видим пятнышек столько в вашем полипептиде аминокислотных остатков в принципе все их можно при желании посчитать но они в том числе частично перекрываются поэтому для больших белков для больших полипептидов все таки анализ несколько осложнен раз два для расшифровки структуры белка хочется знать не только факт наличия определенного количества полипептидов но и желательно знать бы а как они друг с другом связаны то есть их последовательность прогрев батареек на зажигалке творит чудеса хорошо как можно определить если мы региструем только и наш связи порядок полипептидов в порядок полипептидов полипептидов то есть вот это один аминокислотный остаток я его здесь не дописал и это будет у нас второй и так вот они чередуются если мы вовлечем в нашу корреляционную спектроскопию также углерод C13 и начнем переносить поляризацию с водорода на азот далее на углерод причем этот углерод обратите внимание он принадлежит не нашей аминокислоте а соседней и потом обратно на протон это все делается с помощью хитроспланированной последовательности импульсов то мы в состоянии будем записать уже не двухмерный а трехмерный спектр это будет некий кубик в трехмерном пространстве где вдоль одной оси мы будем откладывать химический сдвиг протонов углеродов вдоль другой оси химический сдвиг углеродов и вдоль третьей оси химический сдвиг азота и тогда вместо квадратика мы будем заполнять нашими пятнышками кубик во-первых они будут все гораздо лучше разрешены почему потому что они расползутся еще и вдоль третьей оси координат будет гораздо меньше перекрываний то есть это будет в пространстве некие уже трехмерные пятна как изюминки в кексе и соответственно я понимаю что это очень трудно себе представить в трехмерном пространстве но поверьте бывают и четырехмерные и даже восьмимерные спектры если надо это все пишется но если вы начинаете ее нарезать то каждый срез представляет из себя вот подобную картинку но в данном случае вы будете видеть если резать допустим вдоль оси c13 вы будете видеть только те протонно азотные корреляции которые соответствуют именно этому карбонилу что очень важно потому что мы прицепились к карбонилу принадлежащему аминокислотному остатку i плюс один и мы увидим азот протонную корреляцию принадлежащую аминокислотному остатку i предыдущему таким образом можно постепенно проходя через срезы этого самого кекса восстановить всю аминокислотную последовательность это делается сейчас полуавтоматическим методом то есть вы пишете спектр записывается компьютер его анализирует и выдает вам линейную структуру белка как я уже сказал полуавтоматическом потому что иногда он у вас просит помочь в сложных случаях но в принципе если случай простой то фактически на автомате очень часто туда добавляется также информация по ное эффектам и тогда восстанавливается не только линейная цепочка белков но и его трехмерная структура которая может заменить во многом даже экс-рей то есть кристаллография мр позволяет вам делать в растворе то что обычно доступно только для кристаллических конденсированных образцов так так про втор я очень много рассказывать не буду я уже сказал что это замечательный чувствительный элемент который позволяет регистрировать спектры с той же чувствительностью фактически что протонные спектры но что намного важнее он позволяет и поляризацию переносить с той же эффективностью таким образом вы можете очень легко регистрировать спектры ядер которые очень не чувствительны в данном случае я привел спектр это всего два пятнышка но это два пятнышка в двумерной системе содержащей связь в торгсинон вот эти самые два пятнышка это вторно ксенонная константа за счет прямого взаимодействия втора на ксенон ксенон это очень очень нечувствительное ядро его прямая регистрация нельзя сказать что невозможно возможно можно сделать но это занимает обычно целую ночь накопления данный спектр снимается в течение часа максимум и вы очень легко и непринужденно получаете довольно точное определение химического сдвига вашего ксенонного ядра да еще и константу спинспинового взаимодействия с втором вот это вот как раз та мощь втора для переноса поляризации о которой я хотел сказать да вот здесь я забыл совсем это я хотел показать как раз спектр как выглядят вот эти кусочки эти слайсы для спектра протон углерод азотной корреляции который помогают восстановить структуру геометрию белка хорошо немножко подробнее я хотел остановиться на фторе на простите на фосфоре 31 фосфор ядро очень важное очень полезное прежде всего потому что фосфор органика как вы знаете встречается везде фосфор есть и в биологических системах фосфор применяется в качестве легандов в катализе фосфор применяется в промышленности фосфор используется в качестве боевых отравляющих веществ это в данном случае не шутка вот я специально привел пример где используется анализ методом мр разложение вещества который является действительно боевым отравляющим веществом вот это связь пфтор гидролизуется это процесс разложения боевого отравляющего вещества с помощью специально разработанного фермента в водном буфере это работа проводимая в рамках как раз сокращения химических вооружений в соединенных штатах они пытаются сейчас избавиться от многих десятков тысяч тонн накопленного вооружения которое гниет и разлагается и течет во все дыры в бочках и непонятно что с ним делать вот в частности одна из программ использует вот такие специально разработанные искусственные энзимы и в данном случае эмэром проводится контроль вот вы видите вот эти вот дублеты дублетов это фторированный образец и константа исчезла остаются просто дублеты это уже фосфорилированный образец за два часа почти полностью вещество разлагается но для фосфора важен не только этот момент не только его чувствительность не только его хорошо хорошо выраженные константы но и возможность легко эти константы предсказывать а значит мы можем применять отношения карплуса для предсказания в принципе геометрии содержащих фосфорсвязи в моей собственной практике я изучал каталитическое гидрофосфорилирование циклопропенов статья в органе клетерс была опубликована в 2008 году если хотите можете легко найти итак вот такой циклопропен в присутствии палладия это был палладий комплекс палладия с дппф реагировал с вот таким вот диалкилфосфитом циклическим с образованием довольно селективного я не буду перерисовывать что на фосфоре такого вот продукта это был главный продукт и образуется также небольшое количество побочного продукта разумеется возникает вопрос а как собственно говоря установить относительные конфигурации продуктов п здесь это вот такой же точно фосфит как установить относительные конфигурации продуктов если мы не в состоянии снять рентген не потому что мы можем не можем себе это позволить потому что вещества маслообразны учитывая что циклопропаны циклопропил фосфонаты образующиеся в этой реакции вещества конформационно жесткие они не могут свободно крутиться в принципе все углы тут достаточно сильно заблокированы хорошо выражены и можно очень легко померить соответствующие константы спин-спинового взаимодействия и именно анализ констант это четырехспиновая система три протона и фосфор именно анализ констант и анализ соответствующих химических сдвигов с учетом того что фенильное ядро является дезекранирующей группой за счет анизотропного эффекта позволил однозначно отнести соответствующую структуру тот же самый трюк мы использовали с кремнием при гидроселилировании циклопропенов то есть еще раз говорю тот же самый трюк когда у вас есть кремний и тот же самый трюк возможен когда у вас есть фосфор простите олова при гидростонировании циклопропенов с кремнием немножко сложнее потому что соответствующие константы меньше и содержание кремния как я уже говорил магнитно активного кремния в природе всего 4% то есть приходится анализировать на самом деле не сами сигналы а соответствующие сателлиты боковые линии но соловом все проще потому что у вас как я уже говорил около 20% нужных изотопов и там эти самые боковые линии гораздо интенсивнее с оловом с оловом с оловом картинка получается довольно интересная когда у вас есть сигнал допустим синглитный сигнал и вы знаете что он должен щепиться на олове поскольку изотопа два магнитно активных олова 117 и олова 119 вы имеете всегда вот такого типа дублетики один дублет за счет одного изотопа олова 117 и другой дублет за счет второго изотопа олова 119 поскольку их природная концентрация почти равна то и соответственно высоты этих сигналов тоже почти равны константы довольно большие они очень редко перекрываются с самой структурой мультиплета я здесь нарисовал синглет но это может быть более сложный мультиплет поэтому анализ довольно интересен кстати о фосфоре фосфорные константы используются в катализе в том числе для изучения электронных структур фосфиновых легандов дело в том что если у вас есть фосфиновый леганд какой бы он ни был это не важно R1 R2 R3 с атомом фосфора что можно сделать очень легко можно взять этот фосфиновый леганд и покипятить его с элементарным селеном и тогда вы образуете его селеновое производное селенит фосфина то же самое почти что фосфиноксид только более тяжелый его или фосфинсульфид только более тяжелый его эквивалент 100% фосфора здесь представляет из себя фосфор 31 это понятно около 40% селена в природе это селен 77 который тоже является магнитным изотопом разумеется в фосфорном спектре этого соединения будет наблюдаться вселеновая константа в фосфорном спектре еще раз говорю 40% вселенной 77 значит примерно 20% высота 40 пополам будет наблюдаться вот такой дублет и вот это самая константа J1 фосфор вселен так вот величина этой константы имеет очень четкую корреляцию с электронной плотностью на фосфоре фактически линейную корреляцию то есть приготавливая ряды вот таких вот фосфенселенидов вы можете тем самым очень легко предсказать электронные свойства ваших фосфиновых легандов и учитывая что для большинства из них такая работа уже сделана каждый раз синтезируя новый леганд вы можете очень легко еще раз говорю померить его электронную плотность мало того если вы сделаете простейшее производное допустим селенит трифенилфосфина поскольку оно самое дешевое но на самом деле селенит уже коммерчески доступен можно сразу селенит готовый купить это вещество является очень хорошей очень хорошим зондом для измерения кислотности Льюиса мягких переходных металлов это мягкое основание Льюиса соответственно мягкие кислоты Льюиса будут координировать оттягивать из системы электронную плотность и тем самым влиять на ту самую константу которую мы обсудили и опять-таки строя ряд вы получаете очень легкий способ измерять кислотность телевиз это кстати не опубликовано дарю идею если кому-то интересно можно через фосфор они измеряются через фосфор по химсдвигу фосфор а я говорю про то что их можно очень легко мерить через измерение константы химсдвиг зависит к сожалению от многих вещей а константа зависит только от электроники и больше ни от чего так немножко еще об улове если взять циклопропен я вам привожу примеры с циклопропенами просто потому что я с этим работаю постоянно у меня это как бы уже в голове не надо искать примеры с каким-то заместителем здесь R1 R2 R3 и провести реакцию в присутствии платины-2 и изоцианидного изоцианидного леганда допустим на основе мезетилена вот такого с дистананом дистананом частица олова олова присоединяется по двойной связи и получается соответствующая производная циклопропил ди олова вот такого типа на каждом олове еще по три метила сидит но это как бы детали что важно важно что эти два олова химически а значит магнитно неэквивалентны они разумеется будут иметь разный химический сдвиг и разумеется мы должны будем наблюдать соответствующую оловянно оловянную константу и это действительно так но что забавно помните в олове два магнитных изотопа олова 117 и 119 в результате мы будем иметь две константы для каждого сигнала если это у нас олова 1 это у нас олова 2 то да мы будем наблюдать два разных олова в спектре но помните 20% изотопа 117 20% изотопа 119 вокруг каждого из этих пиков образуется система из двух дублетов где в данном случае это будет расщепление олова 119 типа 1 на олове 117 типа 2 и это будет соответственно расщепление олова 119 типа 1 на олове 119 типа 2 и то же самое будет здесь только в данном случае здесь везде вместо 1 надо будет подставить 2 потому что это олова 2 олова 119 то что мы регистрируем типа 2 с оловом 117 типа 1 и второй пик это олова 119 типа 2 с оловом 119 типа 1 вот такие вот интересные картинки иногда удается наблюдать в гетероядерных спектрах и как я уже сказал величины этих констант очень часто поскольку они подчиняются всем соотношением карпуса очень часто позволяют вам действительно по крайней мере помогают приписать конфигурации ваших продуктов гораздо надежнее чем какие-то бы то ни было другие методы вот ну и кое-какие картинки я вам тоже хотел показать давайте еще раз пройдемся через те слайды это фторированные аналоги сахаров их фосфорных эфиров и в данном случае идет реакция с использованием фосфорного эфира реакция с переходным металлом которая позволяет ввести соответствующий нуклеотидный фрагмент фторированный аналог нужен нам для того чтобы отслеживать эту реакцию во вторном спектре очень удобный прием поскольку протонный спектр понятно что будет очень сильно перегружен а во вторном спектре вы будете видеть один пик для исходного соединения один пик для продукта и действительно позволяет во времени отследить всю кинетику а поскольку фторный спектр легко интегрируется то эта кинетика будет еще и количественная таким образом можно получать полезные результаты этот спектр я вам уже показывал двумерная корреляция типа HSQC с переносом поляризации со втора на ксенон и обратно позволяет вам регистрировать ядра которые иначе были бы просто невидимые трехмерная корреляция с водорода на углерод на азот как я уже говорил позволяет вам расшифровывать очень легко структуры белков литий и цезий используются в биомолекулярных исследованиях фактически позволяют вам интегрировать щелочные металлы в клетках и в плазме и судить фактически аналитическая работа о распределении и о скорости изменения этого распределения иногда удается сделать двумерную корреляцию между протонами и гетероядрами в принципе те же самые свойства что для углерода мы обсуждали но можно использовать любые низкочастотные ядра в данном случае я показал корреляцию сделанную между протоном и свинцом 207 изотоп свинца и да конечно именно таким образом и никак не иначе вы можете померить химический сдвиг свинца прямое наблюдение этого ядра невозможно в данном случае вот эта картинка показывает двумерную корреляцию протона на 109 серебре здесь используется некий полипептид в котором есть несколько по-моему 12 штук цистеиновых остатков серебро очень активно и очень селективно я бы сказал координируется на серии и именно с цистеиновыми остатками возможны эти корреляции соответственно это атомы принадлежащие каким-то конкретным остаткам атомы в протонном спектре и это соответственно мы считаем сколько есть мест где можно координировать серебро сколько атомов серебра закоординировали столько у нас есть цистеина можно в принципе достаточно легко посчитать это немножечко о спектроскопии кадмия тоже мы можем говорить о распределении кадмия в металлопротеинах и их относительных химических сдвигов кадмия определяется примерно так же как серебро как я вам показывал недавно тоже за счет координации на сере с цистеиновыми ядерами вот это четко показано как то есть в определенном металлопротеине есть некий домен где цистеиновые остатки приходят близко друг к другу и в них координируется кластер кадмия за счет переноса поляризации с протона на кадмий вы можете записывать подобные спектры это их слайсы спектров и иметь в кадмиевом емээре уже определенные пики которые можно анализировать тем самым фактически проявляя существующие цистеиновые кластеры здесь используется перенос поляризации с фосфора на алюминий это неорганическая работа мы здесь не мы это не наша работа не поймите меня неправильно исследователи здесь использовали фактически взаимодействие неких фосфорных легандов с алюминием в системах типа циолитов это еще один пример когда используется кстати magic angle spinning система то есть то что позволяет вам регистрировать спектры в твердом образце вот этот вот аллел силан координируется на кремниевой подложке и в принципе используется запись или на алюминиевой подложке неважно и используется запись сорбированного то есть твердофазная запись твердофазный EMR сорбированного кремния и проявление этого кремния происходит за счет поляризации протона переноса этой самой поляризации на кремнии возвращения обратно то есть регистрация типа геткора или типа HMQC в почему HMQC потому что нам интересно также дальние константы вот вы видите что тем самым проявляются разные типы кремниев которые соответствуют разным типам координации уже на твердой подложке понятно что в жидкой фазе у вас был бы только один кремний потому что раствор алилсилана когда он гомогенен везде кремнии одинаковые еще один слайд в данном случае мы говорим о поляризации это очень важная кстати для катализа о переносе поляризации с фосфора на переходный металл в данном случае родий родий это очень важный для катализа металл он обладает правильным спином одна вторая но он настолько дорогой и настолько малочувствительный что прямая регистрация родия обычно невозможна вы можете очень легко наблюдать родий фосфорные константы в фосфорном спектре и это очень часто служит подспорьем для химиков изучающих механизмы катализа переходными металлами потому что вы можете очень легко отличить свободный леганд от леганда координированного на переходном металле именно за счет наличия родиевой константы все ваши фосфиновые сигналы щепятся в дублет за счет присутствия родия однако прямая регистрация родия невозможно ядро абсолютно нечувствительное тем не менее за счет переноса поляризации с фосфора на родий вы можете записать двумерный спектр и тем самым померить химический сдвиг вашего иначе нерегистрируемого переходного металла этот пример показывает это одномерный уже срез двумерного спектра показывает перенос поляризации с фтора на ртуть и регистрацию опять-таки по вторному домену вы видите страшный мультиплет он такой страшный потому что очень много второв и ртуть соответственно щепится на огромное количество пиков но тем не менее химсдвиг четко регистрируется в ртутном спектре ну и да этот образец я вам уже показывал аналитическая работа по разложению боевого отравляющего вещества и регистрация спектров как раз в реальном времени это все что я вам хотел сегодня рассказать и показать если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста не стесняйтесь задавать буду счастлив на них ответить спасибо спасибо